Почему семья Ахуновых живет в электрощитовой и нижнекамский гонщик покорил пьедестал? Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александра Комаров. Здравствуйте. Условия, в которых живет семья Ахуновых, назвать человеческими язык не поворачивается. Дело в том, что вынужденные переселенцы из Кыргызстана уже 16 лет живут в электрощитовой. В комнатушке в 18 квадратных метрах они самостоятельно соорудили ванную, комнату и туалет. Повсюду висят оголенные провода, в комнате холодно. В ней живет женщина с двумя детьми, один из которых инвалид. Еще в 2004 году женщина встала на очередь по улучшению жилищных условий, однако с того времени очередь не продвинулась. Вот почему. Подробности этой истории смотрите сегодня в итоге мы в выпуске новостей в 18 часов 30 минут. В Нижнекамске завершился конкурс «Учитель года». 49 педагогов боролись за звание лучшего. Участники прошли 4 этапа, а именно открытый урок, показ мастер-класса и нововведение этого года – отстаивание себя на педагогическом совете. Борьба была тяжелой, но честной. Победители будут отстаивать наш город на республиканском уровне. Армия как социальный лифт. Не секрет, что после службы в рядах вооруженных сил перед молодыми людьми открывается гораздо больше возможностей, чем перед теми, кто по тем или иным причинам в армию не пошел. Потому призывы сейчас проходят более организованно, чем раньше. Об этом пойдет речь в программе «Темы дня». Гость студии – начальник отдела военного комиссариата Нижнекамска Фарид Менгариев. Разговор пойдет и про службу по контракту. На какие льготы военнослужащие имеют право, сколько получают и служат ли нижнекамцы в Сирии. Не пропустите им начало программы. Сегодня в 19 часов 15 минут. Нижнекамский автогонщик вошел в число призеров на втором этапе чемпионата Удмуртии по зимним трековым гонкам. Олег Жаворонков по итогам 16 заездов вышел на позицию серебряного призера. Первые и третьи места взяли хозяева соревнований. Впереди у нижнекамских гонщиков очередные турниры. В эти выходные в усадах пройдут заезды в рамках Кубка и чемпионата Татарстана по зимним трековым гонкам. Ясную погоду обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Температура воздуха минус 7 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Про трамвай, раздающий Wi-Fi и о многом другом мы расскажем уже в следующих выпусках новостей. Оставайтесь с нами и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. А я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077. Также следите за новостями на нашем сайте ntrtv.ru и в выпусках радионовостей на ДФМ Нижнекамск. До встречи.